МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые продуманные, хорошо подготовленные акции спецслужб чаще всего заканчиваются провалом. И, как правило, срываются из-за случайностей. Всё предусмотреть невозможно. Но история ликвидации в Праге обергруппенфюрера СС Райнхарда Гейдриха, который руководил всей машиной уничтожения Третьего Рейха, вошла в учебники. Однако же удивительным образом знаменитая история обросла мифами и легендами. Многое, как ни странно, и по сей день остаётся неясным и непонятным. В последние годы возникли новые сомнения и подозрения. Звучат и такие голоса. А стоило ли это дело? За смерть Гейдриха гитлеровцы жестоко отомстили, убили тысячи мирных граждан. Не велика ли цена? Но не в том ли и состоял замысел организаторов операции спровоцировать нацистов на массовые убийства и тем самым возбудить ненависть к ним местного населения? 27 мая 1942 года в Праге смертельно ранили одного из самых опасных людей в нацистской Германии, исполняющего обязанности протектора Богемии и Моравии и одновременно начальника главного управления имперской безопасности обер-группенфюрера СС Райнхарда Гейдриха. И по Берлину сразу поползли странные слухи. Люди, посвященные в тонкости взаимоотношений между вождями Рейха, уверяли, что Гейдриха убрали свои, как опасного соперника. В тот майский день, когда в Гейдриха стреляли, он должен был лететь в Берлин, его вызывал Гитлер. Гейдрих рассчитывал на новое, более высокое назначение, считал, что выполнил свое поручение, подавил сопротивление и обеспечил подъем производства на чешских военных заводах, которые обслуживали вермахт. У Гейдриха испортились отношения с его непосредственным начальником, Рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Возможно, причиной была ревность Рейхсфюрера к успехам подчиненного. Гиммлер недооценил амбиции своего заместителя. Гейдриху надоело заниматься грязной и невидной работой. Он рассчитывал стать министром внутренних дел Германии. А на этот пост претендовал сам Гиммлер. Генрих Гиммлер часто и с удовольствием использовал слово «комрад», но товарищей и друзей у него не было. Если у него возникали подозрения в отношении даже очень хорошо знакомого ему человека, тот не мог рассчитывать на снисхождение. Ссориться с Рейхсфюрером СС было смертельно опасно. Все это произошло здесь, и хотя за годы многое изменилось, но поворот, на котором машина Гейдриха должна была замедлить, ход сохранился. Парашютисты приехали сюда на велосипедах, и на них же собирались уехать. Были уверены, что в суматохе сумеют исчезнуть. Один с гранатой встал на трамвайной остановке, которая в ту пору здесь находилась, а у другого был автомат британского производства под плащом. Теперь здесь установлен мемориал. Две фигуры – это парашютисты в британской военной форме. Третья символизирует тех чехов и словаков, которые им помогали. На бронзовой плите надпись. Здесь в пятницу 27 мая 1942 года в 10.35 героические чехословацкие парашютисты Ян Кубиш и Йозеф Габчик совершили один из самых важных поступков времен Второй мировой войны. Убили имперского протектора Райнхарда Гейдриха. Они не сумели бы исполнить эту миссию без помощи сотен чешских патриотов, которые заплатили за свою храбрость собственными жизнями. Парашютистам помогал еще один офицер чехословацкой бригады по имени Йозеф Вальчик. В 10 часов 32 минуты он видит машину Гейдриха. У него было зеркальце, которым он должен был подать сигнал. И в этот самый момент появляется трамвай и останавливается в том самом месте, где они должны были уничтожить Гейдриха. Он наслаждался властью над целой страной. Считал свою политику успешной. Докладывал в Берлин, что обеспечил подъем производства на чешских военных заводах, которые работали на вермахт. Он даже ездил в Париж. Делился опытом с коллегами, которые управляли оккупированной Францией. Райнхард Гейдрих – главный палач нацистского режима. Жестокий и злобный убийца. Даже не задумался над тем, какие чувства он вызывает у жителей оккупированных территорий. Ездил по городу в открытой машине. Думал, что ему нечего бояться, что у чехов нет претензий к немецкому наместнику. Для операции выбрали практически идеальное место. На пути из загородного дома Гейдриха в Пражский град, где обосновался гитлеровский наместник. Соседние улицы носят на ней имена героев-парашютистов. Водитель Гейдриха, как и предполагалось, притормаживает. Один из агентов, Йозеф Габчик, достает автомат, прицеливается, нажимает на спусковой крючок, а выстрела не следует. Автомат заклинило. Беспомощный парашютист смотрит на Гейдриха. Гейдрих видит чеха с автоматом, который не стреляет. Гейдриха подвела самонадеянность. Вместо того, чтобы приказать водителю нажать на газ и исчезнуть с опасного перекрестка, он приказывает остановиться, встает во весь рост в открытой машине и лезет в кобуру за пистолетом. Водитель имперского протектора Шарфюрер СС Кляйн был таким же высокомерным эсэсовцем, как и хозяин. Поэтому не спас ему жизнь. Ни Гейдрих, ни водитель не заметили второго агента. Тот выскакивает на улицу и бросает гранату. Но от волнения рука дрогнула. Граната взрывается рядом с автомобилем. Оба немца ранены, контужены, но живы. Гейдрих и водитель выскакивают из машины с оружием в руках. Йозеф Габчик бросил бесполезный автомат. Хотел сесть на велосипед, чтобы уехать, но толпа помешала. Гейдрих пытался его преследовать, стрелял в него, но долго не пробежал, рухнул. Приказал водителю догнать Габчика. Кубиш сам с окровавленным лицом бросился бежать. Водитель прицелился в него, нажал на спусковой крючок, и у немца пистолет заклинило. Кубиш сел на велосипед. Выстрел чешского полицейского, пытавшегося его остановить. Едва не застрелил какую-то женщину, которая ему мешала. Водитель видит, что Гейдрих упал, побежал к нему, и Кубиш исчез. Габчик забежал в мясной магазин Франтишика Браунера, который в ту пору здесь находился, думая, что там есть черный ход, а его не оказалось. Хозяин же магазина в ужасе выбежал на улицу и показал подбежавшему немцу на дверь. Габчик не растерялся, двумя выстрелами ранил немца, и тут на его счастье появляется трамвай. Габчик скачал на подножку и был таков. Но вот вопрос, почему агенты-парашютисты охотились именно на Гейдриха? Райнхард Тристан Ойген Гейдрих поступил на флот, но был изгнан судом чести за аморальный поступок. Его будущая жена Лина фон Остен, пламенная нацистка, уговаривала неудачливого офицера присоединиться к гитлеровской партии. Гейдриху нацисты не нравились, но Лина настаивала, он все равно остался без работы. Когда он вступил в партию, ему устроили встречу с Генрихом Гиммлером. 14 июня 1931 года Гейдрих приехал к Гиммлеру на его птицеферму под Мюнхеном. Там и встретились эти самые мрачные фигуры Третьего рождения. Гейдрих рассказал, что хотел бы служить в разведке. Рейхсфюрер СС дал гостю 20 минут на то, чтобы тот нарисовал схему новой спецслужбы. Схема, да и сам бывший флотский офицер понравились Гиммлеру. Гейдрих был принят в СС и переехал в Мюнхен. В августе 1931 года он приступил к исполнению своих служебных обязанностей здесь, в аппарате Центрального комитета партии. Одновременно женился. Гиммлер не обошел его подарком. Присвоил ему звание штурбанфюрера СС. Рейхсфюрер СС давно мечтал завести собственную спецслужбу, чтобы не только выявлять врагов партии, но и присматривать за соратниками. Гейдрих создавал службу безопасности в квартире, которую он снимал на Тюркенштрассе номер 23 на четвертом этаже. Четыре комнаты служили ему одновременно и жильем, и рабочими помещениями. Гиммлер передал ему материалы, копившиеся у него на некоторых членов партии, руководителя штурмовых отрядов. Гейдрих все это внимательно прочитал и стал составлять собственную картотеку подозрительных лиц. Перед ним поставили задачу вычищать из партии чуждые элементы и мешать проникновению в ряды нацистов, скрытых врагов движения. Но его больше интересовала борьба за власть и секреты товарищей по партии. После прихода нацистов к власти, все окружение Гитлера вслед за ним переехало в Берлин. А вот Гиммлера и Гейдриха не взяли, но они не отчаивались, оставаясь здесь, в Мюнхене, методично брали под контроль всю немецкую полицию и по собственной инициативе создали первый концлагеря для перевоспитания тех, кто еще не осознал подлинную роль партии в государстве. Мне известно, многозначительно говорил Гиммлер, что есть в Германии люди, которые буквально заболевают, когда видят черные мундиры. Мы понимаем, в чем дело. Мы не рассчитываем на то, что нас все будут любить. 27 сентября 1939 года Гиммлер объединил практически все спецслужбы Германии. Санкции партийного аппарата, который находился здесь, в Мюнхене, создал Главное управление имперской безопасности. Во главе главка поставил Гейдриха. И в руках Гейдриха оказалась мощная машина уничтожения, что очень усилило его позиции внутри нацистской верхушки. В какой-то степени его боялись даже больше, чем Гиммлера, который как-то отошел от практических дел. Гейдрих начинал военную службу на учебном крейсере Берлина. Старший помощник капитана Вильгельм Канарис заразил кадета Гейдриха романтикой разведки, о чем впоследствии сильно пожалел. При Гитлере Канарис возглавил Абвер, военную разведку и контрразведку. Теперь они с Гейдрихом были на равных. Адмирала Канариса считали хитрой лисой. Но при встрече со своим бывшим подчиненным он испытал страх, который его больше не покидал. Пока Гейдрих Гиммлер размышлял об исторической миссии нордического человека, Гейдрих создавал базу собственной власти. Штаб-квартира СС и служба безопасности первоначально находилась в одном из домов на этой улице, в партийном квартале Мюнхена. Сидя в своем кабинете, Гейдрих собирал информацию о всех сколько-нибудь значимых людях Третьего рейха. Он даже крупных партийных чиновников заставил себя бояться. Его сотрудники знали, орел непогрешимости распространяется только на фюрера. За остальными служба безопасности должна присматривать. Военные разведчики боялись и ненавидели Гейдриха. Мог ли приложить руку к его уничтожению бывший начальник, руководитель Абвера, адмирал Вильгельм Канарис? Гейдриха и Канариса считают заклятыми врагами. Но неверно было бы противопоставлять фанатичного эсэсовца Гейдриха профессиональному военному Канарису. Они оба преданно служили Гитлеру. Абвер не меньше эсэсовских структур виновен в преступлениях нацистской Германии. Другое дело, что дальновидный адмирал Канарис раньше других понял, что дело проиграно и нужно бежать с корабля, который идет на дно. Неудачи преследовали Абвер. Неспособность предугадать операции союзников сильно повредила репутации военной разведки. В феврале 44-го адмирал Канарис потерял свой пост. Абвер перестал существовать как самостоятельная организация. А летом адмирал был арестован гестапо. Канарисы отправились сюда, в концлагерь Флоссенбург, рядом со старой границей Баварии и Богемии. Как вы видите, от лагеря мало что осталось. Да он и задумывался как небольшой. Деревянные бараки были рассчитаны всего на 16 тысяч заключенных, а через них прошло 100 тысяч. Из них 30 тысяч погибли. Заключенные работали либо на каменоломнях, либо на заводе вели мистершмитта, делали закрылки для истребителей мистершмитт-109. Адмирала Канариса погубил звонок полковника Клауса фон Штауфенберга, пытавшегося убить Гитлера 20 июля 44-го года. Полковник надеялся привлечь адмирала к мятежу против Гитлера. Но Канарис был слишком осторожен и не верил в организационные таланты заговорщиков. Тем не менее, после провала заговора Канариса арестовали. Наиболее важных заключенных, в том числе адмирала Канариса, держали в бетонном блоке. В начале апреля бывшего начальника военной разведки вспомнили в Берлине. Его вновь стали допрашивать, избивали, сломали нос. Но это было еще не худшее, что его ждало. Гитлер не хотел оставлять в живых ни одного из тех, кого считал врагом. Эсэсовцы воспользовались покушением на Гитлера, чтобы свести счеты с теми, кого раньше не могли тронуть. Прежде вермахт оберегал свои привилегии, и возможности гестапо следить за военными были ограничены. Флоссенбург не создавался как лагерь уничтожения. Но в последние недели Третьего Рейха нацисты казнили всех, кого могли. 29 марта уничтожили 15 британских парашютистов, которых забросили в тыл врага и которые попали в руки к немцам. 11 апреля привезли троих французов, участников сопротивления. 13 апреля их казнили. Расстрелы шли во всех концлагерях. А уж в Афлоссенбурге держали людей, которых главари Третьего Рейха никак не хотели оставлять в живых. Когда здесь появятся американские солдаты, они обнаружат множество трупов. Начальник гестапо Генрих Мюллер получил специальные указания. В ночь на понедельник, 9 апреля, здесь в лагере устроили заседание специального суда СС. Приговор выносился только один – смертная казнь через повешение. Военные разведчики считали сотрудников гестапо и СД бандитами, не понимающими, что такое шпионаж. Теперь эсэсовцы могли рассчитаться с ненавистным адмиралом. В 6 утра приговоренных к смерти, в том числе адмирала Канариса, раздели, привели сюда и одного за другим повесили. Казнь снимали кинооператоры. Эту пленку потом смотрел Гитлер. Приказ раздеть догола осужденных на смерть генералов исходил от самого Гитлера. Зачем это ему понадобилось? Это, пожалуй, вопрос к психиатрам, которые занимаются сексуальными расстройствами. В марте 1939 года Чехословакия была оккупирована и расчленена. Словакия превратилась в профашистское государство. Чехия вовсе исчезла с политической карты. Появился протекторат Богемии и Моравии. Формально им управляло чешское правительство. Фактически всем руководили немцы. Гитлер, как и все диктаторы, зависел от мирового общественного мнения. Поэтому командировал в Прагу недавнего министра иностранных дел Германии Константина фон Нейрота. Дипломат Нейрот старался не злить чешских рабочих, которые исполняли немецкие заказы. Гитлер был доволен вкладом протектората в военное производство. Ни одного случая саботажа. Чехи, записывал в дневнике имперский министр народного просвещения и пропаганды Юзеф Геббельс, работают к нашему полному удовлетворению и делают максимум возможного под лозунгом «Все для нашего фюрера Адольфа Гитлера». Вступление в войну Советского Союза изменило настроение чехов. Они верили, что Красная Армия разгромит немцев и появятся надежды на восстановление Чехословакии. Саботаж на военных заводах привел к падению производства на треть. Немцы лишились оружия, которым могли бы оснастить целую дивизию. 20 сентября 1941 года в Берлин с жалобой на своего начальника прилетел заместитель протектора бригады фюрер-эсс Карл Герман Франк. Он вырос в Чехословакии, но ненавидел чешскую культуру и чехов. Франк привез с собой чемодан документов, доказывающих беспомощность Константина фон Нейрота. Не сомневался, что Гитлер его самого назначит протектором. Но фюрер отправил в Прагу Гейдриха. Гейдрих понимал, что его карьера зависит от его способности заставить чехов работать на рейх. Прилетев сюда, в Прагу, он объявил, что раздавит тех, кто сопротивляется, но вознаградит тех, кто готов быть полезным. «Мне нужно здесь спокойствие», – объяснил Гейдрих своим подручным, «чтобы чешский рабочий полностью включился в немецкие военные усилия, чтобы не снижались объемы поставок, чтобы здешняя индустрия вооружений развивалась. Само собой разумеется, что необходимо добавить чешским рабочим жратвы, чтобы они могли выполнить свою работу». В декабре 1941-го Гейдрих доложил в Берлин. Его сообщения перепечатали на спецмашинке с крупным шрифтом и показали фюреру, что он уничтожил основные группы сопротивления, включая советских диверсантов, сброшенных с парашютами. «Хозяин оккупированной Чехии, обергруппенфюрер СС Райнхард Гейдрих, он же начальник главного управления имперской безопасности, заботился о своем здоровье, поэтому поселился не в самой Праге, а в этом чудесном местечке под городом. Здесь он дышал свежим воздухом и поправлял здоровье, подорванное в неустанной борьбе с врагами рейха. Местных жителей выселили». Чехов, нужных для военной промышленности, Гейдрих обхаживал. Создал для них профсоюз, увеличил нормы питания, разрешил бесплатно раздать 200 тысяч пар обуви, объявил 1 мая праздником, приказал распространять среди рабочих билеты на футбол, в театры и кино. Нацистская пропаганда рисовала Гейдриха другом чешского народа. «В центре местечка стоит скромный памятник местным жителям, павшим в Первую мировую. Но, конечно же, главная достопримечательность – это особняк, конфискованный немцами во время оккупации. Там разместился Гейдрих со своей семьей. Поразительным образом этот особняк, который стоит за этим домом, сохранился. Да только нынешний хозяин никого туда близко не подпускает. Понять его можно. Такая антиреклама ему не нужна». В узком кругу Гейдрих объяснял, что чехи, как славянский народ, должны исчезнуть. «Наш курс – сделать чешскую землю германской. Чехам здесь делать нечего. Чтобы знать, кого из местного населения можно анимечить, проведем перепись населения. Негодных с расовой точки зрения и плохо соображающих выдворим. На Востоке много места. Хорошо соображающих, но плохих с расовой точки зрения направим на работу в Рейх и постараемся, чтобы у них не было детей. А кто не послушается – того к стенке». Жена Гейдриха Лина наслаждалась новым высоким положением мужа. Она затеяла в доме большой ремонт. Ей сделали новую ванную комнату, соорудили большой плавательный бассейн. Рабочую силу поставляли подчиненные ее мужа, эсэсовцы, из ближайшего концлагеря. Гейдрих не замыкался в рамках протектората. Обязанности начальника главного управления имперской безопасности с него не снимали. Он оставался главным палачом Третьего Рейха. Лина Гейдрих рассказывала, что ее муж работает по 24 часа в сутки. Она сильно заблуждалась. Или, точнее сказать, жена начальника главного управления имперской безопасности пребывала в счастливом неведении. Только она одна думала, что Гейдрих занят исключительно работой. На самом деле, его очень хорошо знали в злачных заведениях. Он посещал дом легкого поведения. Иногда один. Иногда прихватывал с собой коллег, в том числе начальника гестапо Генриха Мюллера. Это было, пожалуй, единственное человеческое, что не было им чуждо. В сентябре 1939-го Гейдрих провел совещание, на котором было решено депортировать всех цыган в концлагеря. В январе 1941-го Гейдрих приступил к чистке оккупированных польских территорий от поляков, с тем, чтобы хорошие земли отдать этническим немцам. Вот в этом загородном доме службы безопасности у берлинского озера Ванзия 20 января 1942 года начальник главного управления имперской безопасности Райнхард Гейдрих объяснил высшим чиновникам рейха, что задача партии и государства уничтожить всех евреев. В Привалтике к тому времени евреев уже практически не осталось. Гейдрих любил развлекаться в компании своего подчиненного Вальтера Шелленберга, начальника внешней разведки. Однажды Гейдрих, сославшись на совещание, попросил его составить компанию его жене Лине Гейдрих. А потом в баре разыгралась знаменитая сцена, описанная в воспоминаниях Шелленберга. Гейдрих сказал, что Шелленберг умрет от уже полученного им яда, если не скажет правду о его взаимоотношениях с Линой Гейдрих. И Шелленберг поклялся, что с женой начальника у него исключительно интеллектуальные отношения. Людей, которые ненавидели и боялись Гейдриха, набралось предостаточно. Но кто же приказал убить имперского протектора? Президент Чехословакии в изгнании доктор Эдуард Бениш попал в неприятное положение из-за того, что его трудолюбивые соотечественники помогали нацистской Германии. Чехи не только смирились с немецкой оккупацией, но и производили оружие для вермахта. Весной 1942 года Гитлер пренебрежительно заметил. Чехи олицетворяют собой рабскую покорность. Чехов можно сделать фанатичными сторонниками Рейха, если, учитывая, что они любители поесть, дать им двойной паюк. Они сочтут своим моральным долгом вдвое больше трудиться на военных заводах. Эта ситуация не устраивала ни чешское эмигрантское правительство, не приютивших его англичан. На оккупированных территориях Европы действовало движение сопротивления. Чехи по степени активности оказались на последнем месте. Президент Бениш боялся, что после войны ему все это припомнят. Мнение чехов не захотят услышать, все решат без них, и Чехословакия не вернется на политическую карту мира. Бенишу нужно было показать, что его люди тоже сражаются против общего врага. Так возникла идея убить кого-то из руководителей протектората, чтобы показать – народ борется. Организовать операцию взялся также бежавший в Лондон начальник военной разведки Чехословакии генерал Франтишек Моравец. Но в чешском подполье не нашлось надежных кадров. Стали искать среди эмигрантов. В Англии находилась чешская бригада – 3000 человек. Это те, кто покинул страну и добрался до Англии. Выбрали двух добровольцев, имевших опыт прыжков с парашютом и хорошо владевших стрелковым оружием – Яна Кубиша и Йозефа Габчика. В 2 часа 24 минуты утра 29 декабря 1941 года их сбросили на территории протектората. Меньше чем через полгода они добрались до Райнхарда Гейдриха. Германское бюро информации сообщило, 27 мая в Праге неизвестными лицами совершено покушение на обергруппенфюрера СС Райнхарда Гейдриха. Он ранен, но жизнь его вне опасности. За выдачу участников покушения устанавливается премия в размере 10 миллионов крон. Трое медиков пытались спасти Гейдриха – личные врачи фюрера Теодор Моррель и Карл Брант и личный доктор Гиммлера Карл Гебхарт. Выяснилось, что раны опаснее, чем казались. Пневмоторок с перелом ребра, разрыв диафрагмы, осколок в селезенке. В рану попали фрагменты обшивки сидения, конский волос, еще какая-то грязь. В начале июня состояние Гейдриха ухудшилось. Началось общее заражение крови. Спасти его мог пенициллин, но в Германии антибиотиков еще не было. 4 июня 42-го года он скончался в страшных мучениях. Гитлер считал Гейдриха туповатым, но после его смерти назвал незаменимым борцом и повелел жестоко наказать чехов. В протекторате ввели чрезвычайное положение. Прагу прочесывали эсэсовцы и местная полиция. Хватали всех, кто казался подозрительным. Самых опасных везли сюда, в тюрьму Панкратса. Напутствуя своих людей перед вылетом, начальник чехословацкой разведки генерал Франтишек Муравец говорил, «Вы снабжены всем, чем мы в силах вас обеспечить. Насколько нам известна ситуация у нас в стране, вы можете рассчитывать на поддержку со стороны тех наших патриотов, к которым вы можете обратиться». Генерал ошибся. Нашлось не так много людей, готовых рискнуть жизнью и помочь агентам-парашютистам. А немцы их искали. Они окружали целые кварталы и методично осматривали один дом за другим. Воцарилась атмосфера страха. Один из последних остававшихся на свободе парашютистов радировал. «Деревня Лежаки, где находилась моя база, стерта с лица земли. Помогавшие нам люди арестованы. Я остался один». Парашютисты нашли убежище здесь, в главной православной церкви Праги. Это кафедральный собор святых Кирилла и Мефодия. Сюда перевели и других агентов-парашютистов, искавших спасение. Всего собралось семь человек. В общей сложности немцы заплатили 20 миллионов крон тем, кто помог найти убийц Гейдриха. Желающих получить награду набралось немало. 60 с лишним человек. Больше всех по 5 миллионов крон досталось двоим парашютистам, предавшим боевых товарищей. Парашютист Вильям Герик не нашел помощи ни на одной конспиративной квартире. Отчаялся, пошел в гестапо, рассказал все, что знал. Ошибка чехословацкой разведки состояла в том, что все сброшенные парашютисты знали о других группах. Предателем оказался еще один чешский агент-парашютист Карл Чурда. Он служил в чехословацкой армии, после оккупации бежал в Польшу, затем во Францию, оттуда был эвакуирован в Англию. Его сбросили с парашютом в марте 42-го. После убийства Гейдриха он испугался, что немцы поймают его в ходе облавы и расстреляют вместе со всей семьей. Услышав, что оккупационные власти обещают амнистию всем, кто назовет подлинные имена убийц имперского наместника, 16 июня он приехал сюда, в здание пражского гестапо, назвал имена своих боевых товарищей-парашютистов и сообщил, что они прилетели из Англии. Начальник пражского гестапо доложил своему начальству. 16 июня в гестапо явился гражданин протектората Карл Чурда. Данное им описание парашютиста совпало с описанием некоего Йозефа Габчика. Чурда высказал предположение, что вторым преступником может быть лучший друг Габчика Ян Кубиш. Корчма у парашютистов. Так веселый, никогда не унывающий. Чехи назвали ресторанчик, расположенный напротив места этой трагедии. Но в тот июньский день здесь было не до смеха. Немецкие войска сосредоточились на Парижской улице, тогда он назывался Нюрнбергской, в 2 часа ночи. 700 немецких солдат окружили храм. Перестрелка здесь продолжалась несколько часов, но немцы не смогли прорваться в подвал. Пускали слезоточивый газ, заливали водой, все напрасно. Гестаповцы мечтали взять парашютистов живыми, но те им такого удовольствия не доставили. Когда стало ясно, что уйти невозможно и спасения нет, застрелились. Немцы хотели взять агентов живыми, чтобы иметь возможность их допросить и доказать, что они посланы англичанами. Но офицера такого удовольствия нацистам не доставили. Привели Чурду, и предатель опознал трупы. В отместку немцы казнили первого предстоятеля Чехословацкой православной церкви. Это он укрыл здесь в храме агентов-парашютистов, которых послали воевать за освобождение народа. Другие побоялись дать ему убежище, а он не испугался. Адольф Гитлер предупредил министров марионеточного чешского правительства. «Мы больше не потерпим каких-либо нарушений интересов Рейха в протокторате. Если это произойдет, мы выселим всех чехов. Нам это не составит труда». Фюрер с удовольствием рассказывал потом, что от его слов у чешских министров буквально ноги подкосились. Это знаменитая Вацлавская площадь, на которой в 18-м году чехи праздновали создание собственного независимого государства. А 3 июля 42-го насмерть перепуганное марионеточное правительство устроило здесь же манифестацию, которую прожане никогда не видели. Согнали 200 тысяч человек, чтобы продемонстрировать лояльность нацистской Германии. Приехали президенты, мельгаха, министры. «Когда мы шли вместе с Рейхом, мы были сильным и славным народом», – говорил один из министров. «Если мы восставали против Рейха, то чешская земля приходила в упадок и опустошалась в войнах. Да здравствуют великолепные немецкие вооруженные силы, да здравствует чешская будущность». И толпа кричала «Да здравствует Адольф Гитлер!» Слава Рейху! И чехи тянули руку в нацистском приветстве. Где эта грань между слабостью человека, страхом перед властью, жестокой и беспощадной, и прямым пособничеством оккупантов? Меньше чем через два года, 13 мая 1945, в освобожденной от немцев Праги был выдан ордер на арест Эмиля Гахи, недавнего президента страны. Он сошел с ума в камере. 27 июня умер, не дождавшись суда. «Прежде здесь была деревня, жили люди, а теперь здесь могилы и мемориал. За казнь Гейдриха немецкие оккупационные власти жестоко отомстили. Символом этой мести стала трагедия чешской деревни Лидицы. 10 июня 1942-го немцы стерли ее с лица земли». Еще в октябре 1941-го немцы схватили чешского парашютиста, у которого обнаружили адреса двух семей из Лидицы. Деревня попала под подозрение. Теперь гестаповцы решили, что покушение на Гейдриха было организовано жителями Лидицы. «В 7 утра расстрельная команда окружила деревню. Мужчин уничтожили на месте, женщин отправили в концлагерь Равенсбрюк, не пожалели деревенских ребятишек. В деревне было больше ста детей. После войны нашли следы только 17». Все дома немцы снесли, поэтому деревня Лидицы просто исчезла с лица земли. Заместитель имперского протектора, бригада фюрер СС Карл Герман Франк одобрительно сказал, что на этой земле, где больше нет ни людей, ни домов, прекрасно будет расти кукуруза. После смерти Гейдриха он стал неограниченным хозяином Чехии. В мае 1945-го его поймали, через год повесили. 15 июня 1942 года в Лондоне на заседании британского правительства обсуждали, чем ответить на злодеяние нацистов в Лидице. Премьер-министр Уинстон Черчилль предложил стереть с лица земли три немецкие деревни. Командующий военно-воздушными силами предупредил, что для этого потребуется 100 бомбардировщиков. Некоторые министры сомневались, не ухудшит ли это положение чехов. Но Гамбург и Дрезден сожгли с воздуха именно в ответ на нацистские преступления в оккупированной Европе. А президент Бенниш не мог понять, почему убийства Гейдриха и ответные репрессии нацистов не привели к подъему партизанского движения. В декабре 1943-го его принимали в Москве. Нарком иностранных дел Молотов поинтересовался у президента. Поляки взрывают мосты, поезда, а в чем проявляется сопротивление вашего народа немцам? У нас географические условия иные, пустился в объяснение Бенниш. У нас нельзя проводить ни партизанские акции, ни саботаж в крупных размерах. Открытое выступление означало бы лишь напрасную буйню. Но в своем кругу президент Чехословакии не кривил душу. Почему они не сражаются, спрашивал он у своих сотрудников. Посмотрите на поляков, на югославов, на французов. Они уходят в партизаны. Почему чехи не умирают, как солдаты, прихватив с собой как можно больше немцев? Когда после войны начальник чехословакской разведки генерал Франтишек Муравец вернулся домой, его встретили совсем не как героя, организовавшего убийство гитлеровского наместника. Напротив, его считали виновным в смерти тех, кого немцы уничтожили в ответ на казнь Гейдриха. Родственники погибших требовали от генерала ответа. Зачем он это сделал? Это были худшие годы в его жизни. Генерал приехал сюда, в тюрьму, чтобы посмотреть на предателя. А тот глумливо сказал генералу, из-за меня погибли два человека, из-за тебя пять тысяч. И кого же из нас должны расстрелять? Карлу Чурди, который выдал агентов-парашютистов, немцы изготовили документы на другое имя. Но после войны предателя нашли и арестовали. Он нагло сказал на суде, а разве вы не сделали бы то же самое за миллион? Он был осужден за измену и повешен 29 апреля 1947 года в пражской тюрьме Панкратс. Стоило ли уничтожать Райенхарда Гейдриха? Начальник Главного управления имперской безопасности был олицетворением гитлеровской машины массовых репрессий. Одним из тех, кто приказывал уничтожать невинных людей. Если бы его не остановили в 1942-м, он бы еще многих убил. Казнь Гейдриха предала смелости партизанам и участникам антифашистского сопротивления по всей Европе. Напомнила чиновникам и главарям Третьего рейха о том, что им придется нести ответственность за свои преступления. Но здесь, в Праге, начальник чехословацкой разведки генерал Франтишек Моравец до конца своих дней думал о том, что столь удачно проведенная им операция закончила смертью 5000 человек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok